На прошлой неделе инвесторы были более благосклонны к рисковым активам после сообщения о том, что ряд стран собирается отменить карантинные меры, принятые ранее с целью борьбы с пандемией коронавируса. Более того, сообщения о тестировании нового лекарства от вируса также способствовали улучшению аппетита к риску. В пятницу доллар США потерял 3% по отношению к своим основным конкурентам. Индекс доллара США завершил неделю на отметке 99,08, потеряв 1,2% за минувшую неделю. По словам президента США Дональда Трампа, правительство Китая совершило большую ошибку при борьбе с распространением коронавируса, а затем скрыло масштабы эпидемии, что позволило вирусу распространиться по всему миру. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вирус появился в китайской лаборатории в Ухане. Однако это заявление противоречит мнению большинства вирусологов и спецслужб США, которые утверждают, что вирус не был создан искусственно. Также поступили сообщения о том, что Вашингтон намеревается ввести новые пошлины на товары из Китая. И это ставит под удар первую фазу торгового соглашения, подписанную в начале этого года. Скорее всего, рынки отрицательно отреагируют на эту новость. Между тем, британский фунт упал на 0,7% по отношению к доллару США на заключительной сессии прошлой недели и завершил торги на уровне 1,2504. Тем не менее, по результатам за неделю фунт стерлингов прибавил 1%. Британская валюта ослабла на фоне заявлений Дональда Трампа. Его комментарии вызвали опасения по поводу возобновления торговой напряженности между США и Китаем. После закрытия пятницы на отрицательной территории фунт стерлингов продолжает увеличивать потери. Действия Банка Англии, а также реакция рынка на планы пробительства по выходу из карантина определяют траекторию движения фунта в ближайшем будущем. На прошлой неделе евро торговался в восходящем тренде и завершил торги в пятницу на уровне 1,0985. Единая европейская валюта зафиксировала еженедельный прирост 1,5% по отношению к доллару США. Однако на этой неделе евро остановил свой рост. Индекс деловой активности еврозоны по данным Market Economics сократился до 33,4 пункта 44,5 пункта, зафиксированных в марте. И это является самым низким показателем за все время наблюдений с 1997 года. Данное значение находится гораздо ниже отметки в 50 пунктов. Напомним, что значение индекса выше 50 указывает на рост экономической активности, а вот если ниже, то на ее спад. Причиной такого спада послужило введение карантинных мер, в результате которых большинство фабрик были вынуждены приостановить работу, а покупатели остались дома на самоизоляции. Новости на рынке криптовалют. Биткоин потерял 0,9% стоимости в конце прошлой недели. Частично отыграв прибыль, полученную в субботу, биткоин все же завершил неделю ростом на 15,61% и установился на уровне 8 8888 долларов 90 центов. Биткоин столкнулся с волной распродаж на фоне надвигающегося торгового конфликта между США и Китаем и непрекращающейся пандемией коронавируса. Забегая вперед, напомним о важном для крипторынка событии, которое должно состояться 12 мая. В ходе так называемого халвинга количество производимых биткоинов сократится с 1800 до 900 биткоинов. Трейдеры считают, что в результате этого события криптовалюта может стать более дефицитной и, следовательно, должна вырасти в цене. На рынке энергоносителей нефть показала небольшой рост на прошлой неделе. В пятницу фьючерсы на нефть марки Brent остановились на уровне 26 долларов 44 цента за баррель, восстановившись после достижения 18-летнего минимума ниже 20 долларов за баррель на прошлой неделе. Недельный прирост котировки Brent составил 23,2%. Новая сделка ОПЕК плюс по сокращению мировой добычи нефти на 10% вступила в силу в прошлую пятницу. Нечь сорта WTI с поставкой в июне выросла на 5% до 19 долларов 78 центов за баррель. За неделю американский сорт нефти прибавил 16,8%. В ходе двух предыдущих сессий нефть марки WTI подорожала на 52%, однако в апреле WTI потеряла 8% стоимости и с начала года снизилась почти на 68%. В пятницу фьючерсы на золото остановились на отметке 1700 долларов 90 центов за тройскую функцию, зафиксировав недельное снижение на 2%. И это является худшим недельным показателем за последний месяц. Причиной снижения золота стал общий оптимизм, вызванный отменой карантинных мер в некоторых странах. Незначительное восстановление цен наблюдалось в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины по отношению к Китаю. Однако некоторые эксперты считают, что такое движение цен могло быть вызвано низким объемом торгов. Инвесторы с нетерпением ждут выхода данных по рынку труда в США. Ожидается, что показатели укажут на рост безработицы в стране. Вы смотрели недельный обзор валютных и товарных рынков на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами была я, Екатерина Стихина. Желаю вам профитных сделок!